Вы хотите правды? Так будет сейчас правда. И это есть истина. Где мы находимся? 137 место по коррупции. Все те же показатели и по медицине, и по образованию. Да, по качеству и по количеству с нами считаются все. В этом заслуга президента. Но вы думаете, что мы по нефти и по газу сильны? Так нет, далеко не так. Если вы хотите газом накормить Европу, то за некоторым исключением, виной которому тупорылые янки, этого не может сделать Ближний Восток. Неспокойный такой. Разбредили атаманскую империю, и мира там нет. Вот поэтому наш газ. Хотя есть и Норвегия, но они не хотят кормить весь мир. Поэтому мы за газ. Типа того. Да и в металлургии мы курим в сравнении с Китаем и Индией. А вы этого не хотели знать? А придется. Так оно и есть. И это правило. И оно было в коммунизме. Мы должны были знать наши проблемы. И у нас была критика. Чего сейчас нет. Мы лижем задницу, забывая о главном. Можно ее так зарезать, что потом и посрать будет нечем. Точнее, валиться будет на вас дерьмо изо рта. И вот такие наши сраные каналы. И не говорите мне. Я это лично видел там, где телевидение, это средство для искусства, для медицины, для истории. Там нету рекламы. Просто ее нету. К слову о том, кто все это мне сказал. Да, такой же человек, как и я. Такой же больной глиобластовый человек, как и я. И фамилия у него Михаил Задорнов. И правда, я ему говорил, как кричить. Но он меня не слушал. И он сказал мне правила, прописанные в КПРФ. Одно из них. Критика. Вот в чем вопрос. Критика не должна быть цензурирована. Так вот такая, какая она у нас сейчас. А иначе заберут у вас лицензию, и вы не заработаете типа миллионы. К слову, о миллионах. Вы кого воспитали, уроды? Что вы наделали вообще? Сейчас у них миллионы или миллиарды долларов. Но вы забыли о главном. То, что вам дал Бог. Вы пришли босым, и без богатств вы им и уйдете. И ваши понты, и ваш благостный характер с храмами никому не помогут. Мы здесь гости в этой жизни, и прожить ее надо правильно. Продемонстрировав немного другой подход. Теперь скурешь миллионаманов. Ну, то есть люди, которые захотели себе сделать хотя бы миллион. Но даже не долларов, а просто рублей. Что сейчас все круто. Варь ее вот это круто, возведенное в кич. Вот поэтому в России писец. Вы в большей части в лице олигархов, которыми хотят стать многие, воруете не по-детски. И с вами не справиться. Вот наша проблема. Воруют все. Но мы хотим вернуться в Россию. Точнее, сделать из нее нормальное государство. Как такое воровство от мусолей? Да легко. Сократив бюрократию до минимума. То есть мы эту бюрократию и олигархов и кормим. Два банка максимуму. Минимальная ставка по кредитам. Меньше, чем в США. Одна машина на мэрию. В смысле, на весь коллектив. Дальше вы сами сможете добраться. У вас у всех машин хватает. Налогов нахрен в том количестве. Выкинув до минимума. А минимум это по сути 10% или меньше бюрократов. И жить-то станет легче. Как с олигархами бороться? Два правила. Ну, один из них. Послабление налогов с учетом количества новых мест. Раз. Чтобы было проще платить, чем отстегивать. И, естественно, грамотные профсоюзы. Это два. К слову, о наших олигархических профсоюзах, которые получают олигархические деньги. Или вы что думаете? Они защищают вас? Да ну бросьте вы. Они защищают олигарха. Вот, к примеру, если бы вы организовали свой профсоюз, независимый, он на вас бы и работал. А так, представьте, в один день, к примеру, не выходит на работу 10 тысяч человек. Требует поднять зарплату. Что делает олигарх? Сытся и поднимает. Или идет в суд и там проигрывает. К слову, как олигархи там боятся профсоюзов? Для вас, как Америка боится оных. Стиратник с арнии, помните? Там, типа, профсоюзы, это мафия. Поверьте мне, профсоюзы во Франции и в Германии заставляют платить. И там работник металлургии получает зарплату в 5 раз большую, чем здесь. Как-то так получается. Там командир воздушного судна. И это минимум 25 тысяч долларов. Там все немного, но по-другому. Теперь кто нас кормит? То есть, вернувшись в социализм. Качественной и правильной колбасы хватало. Пиво портилось через 3 дня. Молоко свежее, скисало в простоквашу. Дома. Та же водка. 3 или 4 сорта. И гавана-клаб. Хватало нам. Мы что, все это дело забыли? Вы жрете в дебильных супермаркетах. Там, по сути, питаться вредно. 95 процентов. И это говно. Точно-точно. Потому что мелким олигархам пофиг до вашу жизнь. Курица приносит прибыль после года постройки курятника. Свинина после двух. Говядина чуть дольше. Вас кормят антибиотиками. И вы не понимаете, почему пенициллин вас не лечит. Потому что он вколот в курицу и свинину. Мы жили по-другому и лучше и правильнее в коммунистическом социализме. Вам что, было плохо? Когда после приезда на село вам выдавали дом сразу. Как-то так, да? Да, это не был дом в 300 квадратов. Но это был ваш дом. Бесплатно. А Орсы, помните? Можно было купить все и не за дорого. Никто на вас цены не впентяривал. К слову, я себе купил изумительную технику и компьютер в 1990 году. Причем такую Эстонию, равной которой нет и сейчас. К слову, тогда никто в города и не ездил. Зачем? Чистый воздух, в деревне. Жили, мягко говоря, дольше, чем сейчас. С деньгами проблем не было. Летали каждый год на море. Что не жизнь-то была? За 30 лет все развернулось наизнанку. Но тот, кто помнит, вспоминает о годах иных с сожалением. И плюнув на все, идет в КПРФ. Поверьте мне, та дерьмократия, что случилось, это даже не власть народа. Это всего 96% олигархов на 130 миллионов населения России. А было-то в СССР более 300 миллионов. Клево? Я не знаю. Вы хотите все вернуть? Поверьте, СССР строился, и он возводился не за год единый. 40 лет он возрождался, и было-то нормально. Лучшая медицина в СССР. Лучшее образование в СССР. Лучшая наука в СССР. Да, СССР кормил полмира. И я в этом ничего осудительного не вижу. Я общался с бывшими членами Варшавского договора. Все они не любят своих дерьмократов. Все хотят вернуться обратно. Можно это сделать? Да. Чем больше будут наши ряды, тем сильнее наше право отстаивать свое мнение. К слову о том, что я видел. В ряды магнитогорского отделения постоянно вступают те, кто помнил и хотел вступить в КПСС. А теперь вступают в КПРФ. И как только таковых станет более 50% населения, вы будете с нами считаться. Но, естественно, таких людей будет больше. Потому что это есть правило. И вы не скулите, что у вас только один человек может нами управлять. Поверьте мне, есть нормальные люди с мозгами. И они тоже это самое могут сделать. Продолжение следует...